Ульяновская правда Рекомендованный губернатором на пост министра сельского лесного хозяйства и природных ресурсов региона, а также депутат законодательного собрания Ульяновской области Руслан Фаридович Кантемиров и руководитель СПК имени Калинина Вишкаемского района Рехим Ибрагимович Камаев. Михаил Иванович, сначала вам вопрос. Вы человек новый, поэтому хотелось бы узнать о вас побольше. Расскажите о себе. Что касается о себе, я расскажу буквально вкратце. Родился я в рабочем поселке Кузоватого Ульяновской области, закончил среднеобразовательную школу, после 9 класса поступил в Суворовское военное училище Ульяновское. Затем переехал в город Москва, там закончил Всероссийскую налоговую академию при Министерстве финансов, отработал некоторое время в системе Федеральной налоговой службы. После чего было предложено мне возглавить стартап-проект инвестиционный в отрасли сельского хозяйства, животноуческий комплекс «Росбекон». Мы долгое время искали площадку инвестиционную, где можно было бы этот проект приземлить, рассматривали несколько регионов, и один из самых подходящих регионов оказался Ульяновской области. Тем более, что это моя родина. Населенный пункт, там, где мы приняли решение строить свяноуческий комплекс, мы выбрали Теренгульский район, село Красноборск. Это родина моих родителей, может быть, и с этим немножко тоже связано. Но, тем не менее, там когда-то в свое время был свяноуческий комплекс, и после распада Советского Союза этот свяноуческий комплекс пришел в паничество. Мы для себя посчитали, как некое возрождение традиции и построили заново новый современный свяноуческий комплекс, отвечающий всем международным стандартам Российской Федерации и международного уровня. Поэтому на сегодняшний день благополучный свяноуческий комплекс введен в эксплуатацию, он вышел на проектную мощность, успешно развивается и производит свинину товарного типа на территории Ульяновской области. Чем, собственно говоря, наверное, мы на сегодняшний день гордимся. Далее, в моей практике, скажем так, была работа в том числе и в лесной отрасли. Я в качестве руководителя Лишкальского лесного хозяйства взглянул предприятие по лесопереработке. Недолгое время я там работал, но были определенно достигнуты положительные результаты. В части того, что мы провели все лесохозяйственные работы в текущем году, само предприятие по себе, оно довольно успешное, оно значимое для Лишкальского района. Данное хозяйство включает в себя порядка 22 тысяч гектар лесного массива и имеет питомник 4,7 гектар. Поэтому предприятие на сегодняшний день успешно работает, коллектив там хороший. Все, что касается, скажем так, именно в отрасли лесного и сельского хозяйства, это вкратце о себе. Спасибо. Как Вы считаете, почему Вам губернатор доверил, хочет доверить именно сельское и лесное хозяйство? У Вас ведь финансовое образование все-таки. Ну, помимо финансового образования у меня еще и степень MBA, это высшая степень менеджмента международного уровня, переводится как мастер администрирования управления. И на сегодняшний день, учитывая, наверное, мой опыт и практику и в сельском хозяйстве, и в лесной промышленности, есть определенные результаты, которые в моей работе, скажем так, отмечены губернатором Сергеем Ивановичем Морозовым. И те задачи, которые на сегодняшний день стоят перед нашим министерством, они, наверное, так или иначе совпадают, мое видение, с видением губернатора. Но, в свою очередь, я хотел бы выразить благодарность губернатору Сергею Ивановичу Морозову за оказанное доверие. И, безусловно, те поставленные задачи, которые он озвучил в своем послании на инаугурации, мы их принимаем во внимание. И на сегодняшний день уже Министерство сельского хозяйства формирует стратегию развития всех подвенственных отраслей. И в ближайшее время будет представлено для согласования и правительству Ульяновской области, и губернатору Сергею Ивановичу Морозову на утверждение данной концепции. После чего начнем активно работать и заниматься развитием всех подвенственных отраслей. Вашим замом рекомендована Наталья Владимировна Снежинская. Ранее вы с ней сотрудничали? Наталью Владимировну я знаю как достойного руководителя. Самые положительные отзывы, которые только могут быть, я на сегодняшний день их услышал именно об этом руководителе. Что касается пересекались, где мы с ней в рабочем формате, это рабочие совещания в Министерстве сельского хозяйства, это отраслевые профессиональные праздники, День сельского хозяйства. Скажем так, не более того. Ну а теперь вопрос депутата законодательного собрания Руслана Фаридовича Кантемирова. Ваше мнение о новом составе правительства? На самом деле долгое время после инаугурации были такие вот ожидания, по какому сценарию пойдет наш регион. Но в итоге, по моему мнению, сценарий оказался наиболее правильным, потому что мы пошли по сценарию развития. Губернатор озвучил кандидатуры на министерства, на основные, на заместителей губернатора. Получается так, что мы пошли по пути инвестиционного развития, омоложения состава правительства. Я считаю это очень правильно и позитивно, потому что мы должны идти вперед. Часто задают вопросы, вот существующая команда, она не меняется. Абсолютно неверно и абсолютно неправильно вот эти точки зрения. Потому что, ну вы сами видите, и тут о чем мы можем говорить. Я знаю обоих вот кандидатов на руководящие посты Министерства средств и хозяйства, и Михаила Ивановича, и Наталью Владимировну. Знаю их как профессионалов с большой буквы. Тем более людей, которые реально горячо любят не только отрасль, но и вообще свою родину. Это тоже очень важно на самом деле. Если человек приехал из Москвы и реализовал здесь крупный инвестиционный проект, создал несколько десятков рабочих мест, и уже несколько, более трех миллиардов вложено в Теренгульский район, где там ничего не было фактически. Это о многом говорит, и проект очень успешный. Соответственно, аналогично и у Снежинской такой же позитивный, так называемый, фидбэк есть. Я думаю, что нам надо совместно сплотиться, действительно выработать хорошую стратегию, потому что нам нужно развивать отрасль и лесного, и сельского хозяйства. И в этом, я думаю, мы будем работать совместно, очень позитивно, все оцениваю и считаю решение правильным. Руслан Фаридович, еще один вопрос. Вы вошли в состав Комитета законодательного собрания по аграрным вопросам, продовольствия, развития сельских территорий, природопользования и охране окружающей среды. Сейчас идет подготовка бюджета ко второму чтению. Много ли средств заложено на сельское хозяйство? Ну, наш бюджет просто вкратце называется аграрным, потому что это основная отрасль, хотя АПК подразумевает это еще и перерабатывающая промышленность, которая сейчас очень активно развивается в регионе. Средств, ну, скажем так, всегда не хватает, то есть бюджет закладывается и формируется в процессе в течение всего года. Всегда Минфин исходит из сценария, который прогнозно есть на тот момент, когда он его формулируется, то есть фактически с мая месяца. В настоящее время заложено средства по уровню прошлого года, так скажем, и постепенно он отрабатывается. Здесь есть определенные бюджетные такие процессы, которые, если людям объяснить, вот мы сейчас уже принимаем бюджет, да, то есть в первом, втором чтении, а федеральный бюджет еще формируется, и Госдума будет его принимать после того, как мы примем. Поэтому нам необходимо еще параллельно состыковывать эти мероприятия. Вот на данный момент, если в целом весь бюджет министерства отраслевого взять, то он приближается к цифре 1,8 миллиарда рублей. Это региональные и федеральные средства, если вкупе брать. Но по итогам года, так или иначе, есть коррекции, которые постоянно производятся. Вот в этом году, ну так же, как и в прошлом, было заложено, ну условно, 400 миллионов рублей именно на программу развития сельского хозяйства. Там же есть много различных программ и сельское хозяйство, охрана окружающей среды, лесная отрасль и так далее. Вот на сельское хозяйство было заложено 400 миллионов, и в процессе, в течение 2016 года, эта сумма увеличилась до 800 миллионов, это региональные деньги, я говорю. Поэтому у нас тоже есть такой же расчет и пожелание, чтобы по результатам каждого квартала у нас средства добавлялись. Потому что наша отрасль, это основная отрасль, которая приносит доходы в бюджет. И мы хотим, чтобы она развивалась еще сильнее. Соответственно, для того, чтобы она развивалась, ей надо тоже помогать, в чем точечно, как вот мы с Михаилом Ивановичем стратегию сейчас совместно прорабатываем, развивать именно те направления, которые принесут дополнительный доход. Поэтому я могу в целом о цифрах, если хотите вам рассказать, но если вдаваться в частности, допустим, возьмем общие цифры, которые сегодня заложены, это 395 миллионов на программу развития сельского хозяйства, которая, я уверен, что будет увеличиваться в течение 2017 года, это региональные деньги. Отдельная цифра – это программа социального развития села, 98 миллионов рублей. Кстати, на следующей неделе мы приняли совместное решение выехать в Москву. И вообще, наверное, это будет очень правильно, если мы с Михаилом Ивановичем в дальнейшем будем работать именно с федеральным министерством. Потому что он это не упомянул, но в процессе формирования вот этого инвестиционного проекта, который он вел, у него сложились отличные отношения в федеральных структурах, таких как Росагролизинг, Федеральный министерсельское хозяйство. И, возможно, этим в том числе был обусловлен выбор губернатора. И вот дальше вот эти вот направления нам надо, соответственно, усилять и работать с Москвой. Потому что, пожалуй, это одно из основных направлений, по которому нашему министерихозу надо работать. Вот поэтому я упомяну, на следующей неделе выезжаем по защите программы соцразвития села. Средства, которые пойдут на развитие сельской территории, это и газификация, и водоснабжение, и строительство, и выдача домов молодежи, и людям сельской местности. То есть нужно здесь защитить бюджет и, соответственно, получить на наши средства, ограниченные региональные, большую долю федеральных средств. То есть в целом бюджет идет, и мы будем работать, причем эта работа, она постоянно. Бюджет – это живой организм, его нельзя рассматривать, как вот он есть, и это догма. На самом деле он формируется и продолжается формируется в процессе всего года финансового. Руслан Фаридович, я думаю, вы сможете и об итогах сказать, да, уборочной кампании? Да, если вкратце говорить об итогах уборочной кампании, о результатах года, то они в отрасли положительные. Но если рассматривать в частности, в этом году мы собрали один из самых больших урожаев зерновых за всю историю области. Немножко, конечно, подвели яровые, если бы они дали такой же результат, как озимые, то мы бы были, наверное, в абсолютных лидерах. Но все еще впереди, считаю так, собрано 1,340,000 тонн зерна. Это четвертый показатель за всю историю существования Ульяновской области. Урожайность 24 центнера с гектара, это тоже очень высокая, это средняя урожайность. При этом ведущие хозяйства демонстрировали урожайность по разным хозяйствам до 60-70 центнеров с гектара. Это уже практически европейский уровень. Что касается других отраслей, сейчас практически полностью завершена уборка всех остальных культур. И сахарная свекла демонстрирует нормальные показатели по урожайности в среднем по области более 400 центнеров с гектара. То есть мы полностью себя обеспечиваем в перспективе сахарным песком. Подсолнечник у нас стал за последние годы стратегической культурой. В этом году посеяны самые большие площади, под нее 230,000 гектаров. Ну и убрано, соответственно, сейчас 95% подсолнечника, то есть уже более 250,000 тонн. То есть аграрии убрали все, сейчас начинают реализовывать свой урожай. И с вполне резонными надеждами на развитие смотрят вперед. А еще, кстати, хотел отметить и, может быть, даже пригласить наши районы, если они будут окончательные итоги. Я надеюсь, уже к этому времени Михаил Иванович будет утвержден в качестве министра. Мы подведем 25 ноября этого года и отметим День работников сельскохозяйства. Вот там уже окончательные будут итоги года. Да, Михаил Иванович? Спасибо. У нас еще один спикер в студии. Это руководитель СПК имени Калинина Вишкамского района Рихим Ибрагимович Камаев. Рихим Ибрагимович, ваши работы всю жизнь связаны с землей. Вам было непросто поднимать огромное хозяйство. Проблемы были всегда. Как вы думаете, на что сегодня надо обратить внимание в сельском хозяйстве? И ваши пожелания новому министру. Да, в сельском хозяйстве были всегда проблемы. Я больше 30 лет уже работаю в этой отрасли. И каждый раз всегда проблемы, но мы их решаем. И в этом году особо удачно все получилось. Вот тут уже говорили. Но и для нас это как бы не стороной это обошло. Мы тоже очень положительно. У нас год закончился, заканчивается. Ну а на что внимание обращать? Я считаю, что растеневодство попроще вопросы решать. Там не такие большие затраты именно в плане человеческого потенциала. И поэтому мое желание новому составу правительства, новому министерству сельского хозяйства, это вот как можно больше обратить внимание именно на развитие человеческого потенциала в селе. Этот вопрос может быть необратимым, если только мы его сегодня не решим. Никому не секрет, что в селе людей меньше и меньше остается. И для того, чтобы поддерживать конкретно животноводство, там без людей совершенно невозможно. И всячески, а способов очень много, именно вот этот вопрос и необходимо решать. Но это, наверное, прежде всего, поддержка должна быть финансовая в развитии животноводства больше, то есть перспектива, то есть больше должна быть внимания побольше, чем на растеневодство. Особенно это касается молочного животноводства и мяса крупнорогатого скота, где наши пока еще не совсем, но наши, как бы скажем, слабые места. Но для этого, наверное, вопросы надо вопросов. Там много-много всяких способов, которые мы пытаемся, решаем, но я считаю, что это не совсем достаточно. Ну а что касается нового министерства, я Михаила Ивановича знаю, ну не так давно, но достаточно так, чтобы человека узнать. То есть он у нас в районе, работал в лесхозе за этот период, показал себя очень так инициативным, грамотным специалистом. И поэтому я думаю, что тут выбор правильный, правильный. У них, вот, у молодежи впереди, значит, много-много очень сложных и, ну, непростых задач, которые, я думаю, что они успешно решат совместно с нами, конечно. Мы тоже будем в этом участвовать. Спасибо. Ну, Михаил Иванович, вам еще пару вопросов. Чем вы планируете заняться, прежде всего, на новом посту? Ну, прежде всего, как любой новый руководитель, безусловно, мы сейчас проводим, с моей точки зрения, как бы, проводим изучение всех отраслей подведомственных, проводим анализ углубленный. В ближайшее время у нас планируется встреча практически с каждым хозяйством. Мы будем организовывать выезды с руководителями структурных подразделений, для того, чтобы в рабочих совещаниях, в рабочих встречах мы могли определять те наболевшие вопросы, которые на сегодняшний день беспокоят наших аграриев, животноводов, после чего на основе этих проблемных моментов мы будем выстраивать нашу политику, скажем так, в краткосрочной перспективе, в краткосрочной работе. Рахим Борогимович уже обозначил ряд моментов сейчас, но мы эти моменты знаем, мы над ними работаем. Уже часть этих вопросов, то, что касается кадрового потенциала, развития кадрового потенциала, и основная задача, это на сегодняшний день удержать молодое поколение в селе, этой работой начали заниматься еще до меня. И Александр Алексеевич Чепухин в текущем году руководил министерством, он провел, на самом деле, за свои шесть лет колоссальную работу, надо дать ему должное, практически возродил сельское хозяйство и довел его до того уровня, о котором на сегодняшний день рассказывает тех успехов и результатов Руслана Фаридовича. Это урожай, это активно развиваются на сегодняшний день животноводческие комплексы, на сегодняшний день сформирована очень дружная атмосфера среди аграриев, это очень большое стоит уважение. И Сергей Иванович, наш губернатор, он уделяет очень большое внимание этой отрасли, сельское хозяйство, ну, в целом, министерству сельского хозяйства, потому что у нас довольно-таки разные отрасли, и лесное, и экология, очень важные отрасли, без которых, собственно говоря, на сегодняшний день не обойтись. Поэтому наша работа, она будет заключаться, безусловно, и в том, чтобы принимать опыт успешный, опыт наших соседних регионов, всей Российской Федерации, но не только соседних регионов, но и в целом Российской Федерации. Помимо всего прочего, будем рассматривать успешный опыт стран СНГ и европейский уровень. Поэтому очень большие амбициозные задачи стоят перед нашим министерством на сегодняшний день, и в краткосрочной перспективе, еще раз повторяюсь, мы будем готовы представить на обсуждение правительству и губернатору наше видение о том, как мы будем развивать нашу отрасль и нашу подвинутую отрасль в ближайшие годы. Я так поняла, вы не будете акцентировать внимание на каком-то направлении, будете развивать все, да? Ну, это на сегодняшний день невозможно, акцентировать внимание только на каких-то конкретных направлениях отраслевых, потому что все наши отрасли для нас, они важны, и каждая отрасль, она ей будет уделена, безусловно, то внимание, которое необходимо. Спасибо большое, что пришли в нашу студию. До новых встреч. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok